Всем привет, это обзор Google Pixel 3 XL и сегодня мы все про него расскажем. Сразу скажу, Pixel 3-го поколения хорош всем, кроме выреза в экране, но не будем спешить. Если Google никого не обманывает, если телефоны утекли не просто так, то мы с вами увидим Pixel 3 без челки и большой Pixel 3 XL. Две версии, производством которых займется HTC. Красивая и классная малышка и вот такой странный XL. Ну а если вдруг все это окажется фикцией, то есть Google нас надуют, с другой стороны, у меня будет в руках один из немногих прототипов, по-моему так еще интереснее. Так с чего начнем? С эргономики и материалов. Телефон сделан из металла и стекла, то есть рамка металлическая, спереди и сзади стекло. Причем на задней крышке сверху оно глянцевое, ниже матовое, очень приятное на ощупь, в руке классно держится, в целом телефон хорошо сложен и классно выглядит, особенно сзади и спереди, конечно, такое. Но что нам дает стекло? Во-первых, телефон теперь проще разбить, если его уронить. Во-вторых, как было сказано ранее, беспроводная зарядка. Работает это вот так. Плюс поддерживается быстрая зарядка, а еще на презентации Google покажут собственную беспроводную зарядку Pixel Stand, так что ждем. Давайте кое-что обозначим. Все, что я скажу, не точно, что-то могут поменять в любом случае. А теперь едем дальше. Никуда не делись стереодинамики, NFC и все то, что было во втором Pixel. Кнопки все также на месте, они слева и кнопка питания в белой версии зеленая. К тому же она больше не ребристая, а зря, нащупать ее теперь сложнее. Есть и активные грани Active Edge, функция запускает ассистента, переназначить по-прежнему ничего нельзя. Всего будет четыре цвета для обеих моделей, черный, белый, нежно-зеленый и такой же тусклый-розовый, не знаю, как два последних варианта правильно обозвать. Кстати, для Японии был выпущен вот такой ролик, можно подумать, что Google тизерит безрамочную версию Pixel. Я в это не верю, честно говоря, скорее всего, просто реклама Active Edge, но буду рад, если такое случится. Кроме того, 3XL остался в прежних размерах, он такой же, как 2XL, только экран больше и чуть смещены элементы управления и сканер. Если мы поместим 3XL в чехол от второй версии, то все сразу станет понятно. Сканер, кстати, стал быстрее, но неощутимо, он уступает по скорости всем новым Xiaomi, Huawei, OnePlus и так далее. Но в целом довольно быстрый и претензий, в общем-то, нет, плюс отдает приятной вибрации. Сюда поместили аналог Taptic Engine и это безумно классно, за Vibro ставлю 11 из 10. Спереди в челке, помимо фронтальной камеры, есть еще одна. Я подозреваю, что она тут не просто так и нужна для быстрой разблокировки по лицу, но в настройках ничего такого нет. Есть обычная разблокировка по лицу через Smart Lock, но две камеры здесь явно не для такого уровня. Видимо, Google расскажет о функции только на презентации. Следующее нововведение, которое вызывает восторг, это новые обои, которые завязали с экраном Always On. Сейчас объясню, как это работает, подождите. Во-первых, обои. Много нового в разделе Живая Вселенная, как и всегда, это все круто выглядит, есть куча разных, ставь любую, и это вызовет у вас восторг также. Но вот еще круче, если мы нажимаем на кнопку блокировки, что происходит? Да, обои затемняются, а потом исчезают. Идея классная, если это 3D-город, то он остается в тени, и, кстати, в темное время суток он тоже темнеет. Горы — то же самое, но мое любимое — это вот этот путник, который тушит фонарь. Ну согласитесь, очень это мило. Возвращаемся к железу. Оба смартфона работают на Snapdragon 845, оперативной памяти 4 ГБ плюс встроенный 64 ГБ. Наверное, будут версии на 128 и 256 ГБ, хотя точно я вам сказать не могу. Ну и по традиции вставить microSD сюда нельзя. Плюс лоток под сим-карту всего один, две симки вставить тоже нельзя, но можно привязать виртуальную сим-карту как в новом iPhone, но только в США и некоторых европейских странах. И самое интересное — лоток для сим-карты находится теперь снизу. Теперь к экрану. Матрицу значительно улучшили по сравнению с Pixel 2 и особенно 2 XL. На такой экран теперь приятно смотреть. Натуральные цвета под углами не зеленит. В настройках можно выбрать различные режимы — яркие, натуральные, насыщенные или автоматические. Его разрешение составляет 2960 на 1440 точек, что говорит о соотношении 18,5 к 9 диагональ 6,3 дюйма, а не 6,7, как многие писали. Да и если сравнить с iPhone XS Max, то видно, что он как бы поменьше, а в iPhone 6,5 дюйма. Самое главное, что в настройках никак нельзя скрыть челку. Ну, может быть, в будущих прошивках такую возможность нам дадут, а может и нет. Функция лишней не была бы точно. Работает 3 XL на Android 9 версии, в системе нет ничего нового, кроме обоев и, внимание, нового приложения к камере. Оно теперь такое же, как на iOS. Удобно листать и вообще как бы пользоваться стало в целом удобнее и приятнее. Сзади глазок камеры по-прежнему один, никакого двойного оптического зума, хотя приближение в приложении сделано неплохо. Сзади 12,2 мегапикселя, спереди 8 мегапикселей. Ну и что хочу сказать, король умер, да здравствует король. Pixel 3 XL вновь лучший среди всех, лучший по фотовозможностям. И где-то наверху относительно видео. Фотки на основную камеру выходят не просто замечательные, я бы сказал, изумительные. Контрастно, натурально, невероятно работает технология HDR+. Да, разница с 2 XL на самом деле небольшая, но она есть. В сложных сценах Pixel 3-го поколения справляется на ура, плюс снимки молниеносно можно делать. То же самое с портретным режимом, он просто великолепен, когда не лажает, а это тоже случается. Я не знаю, как ещё похвалить, это тупо лучшая камера для фото среди всех телефонов на сегодня. А вот про видео так уже не скажешь. Да, есть хорошая стабилизация, но до сих пор нет 60 кадров в секунду для 4К разрешения, только 30. Ну и нет нормального slow-mo. Максимум 240 кадров в секунду. Совсем забыли про комплект, а это немаловажно, тут много чего есть. Помимо зарядного устройства и кабеля Type-C Type-C, которые никак не изменились, по-прежнему есть переходник на джек 3.5, адаптер для USB-A. Положили нам в этот раз и наклейки Google, есть скрепка для извлечения SIM, ну а самое главное — комплектные проводные наушники подключаются по Type-C, в целом очень и очень круто звучат. Я бы сказал, вообще великолепно и крайне громко, лучше, чем и AirPods и AirPods. К тому же это не затычки, а именно вкладыши. Пульт управления музыкой тоже не забыли, и с одной стороны наушники в комплекте — это круто, с другой — уже атовизм. Это нужно было сделать пять лет назад, а сейчас класть уже что-то беспроводное, но за то, что оно есть — уже спасибо. Еще один забавный факт — после того, как мы подключили телефон к Wi-Fi, Google удаленно его заблокировали, удалив даже recovery-раздел. Теперь это пустышка. О чем это говорит? Телефон настоящий. Что осталось добавить? Да в целом-то и нечего, обновление не особо крупное, но многие вещи исправили. Вибро, звук стал лучше, звук вообще выше всех похвал, матрица, опять же, камеру улучшили. Из минусов, наверное, то, что батарейка стала чуть меньше, была 3,5 тысячи мАч, стало 3,4 тысячи мАч, но в целом держит так же, как 2XL. До вечера хватит, пять часов экрана вытягивает. Нам осталось узнать цену, ради этого придется подождать 9 октября. Я думаю, что будет что-то в районе 800-700 долларов за большую и маленькие версии. В России телефон, естественно, продаваться практически со стопроцентной вероятностью не будет, но можно будет взять в Европе. Что по итогу? Как оценивать данную новинку? Объективно, вот прям совсем объективно, получился отличный смартфон. Да, все портит вот эта ужасная некрасивая челка, но если закрыт на это глаза, то перед нами один из лучших флагманов 2018 года с однозначно лучшими фотовозможностями. Так вижу. Не забывайте подписываться на канал, ставите лайки, вы же хотите еще какие-нибудь сливы пораньше, там эксклюзивные ролики, вот, нажмите лайк и подпишитесь ради этого. А что еще? А еще на презентации Google. Смартфон, смартфон. 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 Смартфон.